Здарова, народ, с вами Агантриус. Вот и подошел к концу The Hound, пожалуй, самый неудачный ивент в этом году. Возможно, и один из самых неудачных ивентов за всю историю самих же ивентов Рублокса. Единственный плюс этого недоразумения — это халявные просмотры. Так что там по итогам The Hound? Ну, давайте, прежде чем мы начнем, давайте еще раз вспомним, что же из себя The Hound представлял и что он нам, в принципе, дал. Все, конечно же, началось с обсуждения, ведь, казалось бы, скоро октябрь, хэллоуин, атмосфера, дух, монстрики. Многие выдвигали, что это будет как хэллоуин или блокстобер, я лично одеялся на первое. Типа, хэллоуин, прикольно, я ведь помню, как проходил хэллоуин с 2017 года и 2018, до сих пор иногда пересматриваю видео по данному ивенту. Кстати, на связи игрок с 2015 года, так что всем привет. Шло время, как бац, просачивается данная картинка, и игроки смогли узнать, как называется ивент и в целом описание, что нужно делать. Потом сам Рублокс опубликовал данный тизер, после этого у многих плейсов появились ивенты на тему хэллоуина. Ну, в принципе, понятное дело. Потом был этот видос с безголовным джеком, намекая, что он будет боссом в ивенте. В общем, много чего было от Рублокса, ведь, а как же, иначе, надо рекламировать новый ивент. А что же вышло, вышло совсем не то, что мы ожидали. Ну, далее, в итоге-то что? Шикарный хаб, а также сами локации вне особняка. Кто все это сделал, сделали снова все это Твин Атлас, который делали хаб в З-Классике, а также хаб инноваций наград 2024. Относительно плохие предметы нам дали для Аватара, хотя раньше предметы явно были лучше, как по мне. И, по сути, все. Была кучка плейсов, в которых были уже собственные ивенты, посвященные Хэллоуину. Как же так? А где ивенты, которые должны быть посвящены самому З-Хаунту? А их тупо нету. Ну, кроме прэшура. Одинам, как говорят, сделали много чего. Причем в ППХ. Типа, мало времени дали, они такие, бля, давайте чем-то напилим. Вот, пожалуйста. И все-таки, о, нифига, респект, реально. Тауэр-дефэнт-симулятор, который я хвалил, вроде как тоже не связан с ивентом. Видимо, Рублокс просто договорился со многими разрабами и просто включили их плейсы в ивент. Типа, вот, респект, короче, кинули. Главная проблема ивента раскрылась в том, что он был просто посвящен тому, чтобы делать скриншот своего аватара. И отправлять этот же скриншот в различные категории. То есть, монстры, милота и прочее дерьмо. То есть, даже не надо играть в сами плейсы. Другая же проблема в том, что большинство скриншотов это просто NPC-момент. Блин, скриншот из самого плейса, либо якобы смешные аватары, либо попросту кучка скриншотов из Дресту импресс. Боже, что вообще не старалось хоть что-то сделать оригинальное. То ФНАФ, то Крик, то еще какое-то дерьмо. Челы просто друг друга копировали. Ну, вы и сами все прекрасно видите. И это причем категория лучшие костюмы. Кстати, зацените, кто в итоге победил. Просто пиздец. Также хочу еще добавить. Блять, то какие-то котики, и то еще какая-то милота, херена. Короче, блять, полнейшая залупа. Все заруинилось, короче, как по мне. Ах, да, блять, точно. Костюмы. Мы почему недовольны данным ивентом? В том, что нам не нужно ничего делать, чтобы получить предметы. Если в The Games мы хоть что-то выполняли и также исследовали хаб, то тут просто отправляя скриншоты каждый день. И также выбирая скриншоты других игроков. Но и сама тема ивента. Мы думали, что что-то будет типа крутое, страшилки, загадки и прочее. А в итоге весь ивент был посвящен функции скриншота и наряжанию аватара под различные категории. Причем, кстати, по поводу скриншотов, не обязательно даже делать аватар. Просто фоткай все, что угодно, и отправляй. И ты все равно получишь предметы. Речь, если что, про камеру и рога. Блин, круто, вкусненько, классно. Ах, да, точно, чуть не забыл. Предметы, которые мы находили в самом хабе. То найди ключ, аберинтики, то найди в зеркале плащневидимку, то путешествовали между этажами, чтобы найти очки, попутно смотря на убогие слайд-шоу-моменты. Класс. Кстати, очки просто показывают скрытый текст. Блин, классно, вкусно. И хэллоуинский гироскутер, просто, типа, разбив эти тыковки. Круто. Хэээ, класс. Ну и, конечно же, самое увлекательное. Копай могилки, чтобы найти бесполезный фонарик. Класс. Спасибо, было вкусно. В целом, предметы бесполезны, кроме гироскутера, чтобы просто передвигаться по хабу, потому что... А зачем? Нужны очки те же самые, фонарик, остальное. Зачем? Зачем? Непонятно. А Гэндрюс, а как же те самые части костей, которые мы находили? Как оказалось, их не нужно было даже собирать. Ведь у статы мы прекрасно видели каждый день, как добавлялись эти самые кости. Спасибо. Классно. За нас уже все сделали. Наверное, подумали. Ой, бедные игроки, не напрягайтесь по поводу поиска этих частей. Мы за вас все продумали. А что же босс? Может быть, он нас мог чем-то удивить? Ну-ка, посмотрим. Ах, ах, черт, черт. Ребята, кажется, у меня флэшбеки. Ну, точно. Схожи с боссом-хакером. Тут явно видно, что много чего было взято из предыдущего босса. Как сама арена выглядит. И вот эта зона. Круто. А сражение с самим боссом. А, ой, вы что, хотели сражаться с ним лично? Нет, ребяточки. За вас все сделают манекены. Вы только не забывайте их наряжать, хватая что-то из сундучков. Такого дерьма явно никто не ожидал. Если с хакером мы самолично сражались, то тут за нас все сделали манекен. Зачем? Зачем спрашиваться вообще нужен был этот ивент? Он нам подарил одно разочарование. Очень жаль, что у такого ивента все равно есть защитники. Хоть и так понятно, что это новенький в Рублоксе. А теперь вопрос. Можно ли было лучше сделать данный ивент? Конечно, можно было. Придумать с теми же очками что-то. Найти что-то скрытое от обычного узора. Загадки всякие. Тот же фонарик можно было бы сделать, как в Ведьмаке третьем, который позволяет наблюдать за ограниченными воспоминаниями с неупокоенными духами. То есть прикольно, классно, потому что сами эти духи мы прекрасно видим. Вот эти черные тени, которые постоянно туда-сюда, туда-сюда. То есть прикольно. С плащом-невидимкой тоже можно было бы что-то допридумать. Например, смотри. Монстр не пропускает куда-то. Надень плащ и пройди мимо него. Все круто, классно. В общем, можно было что-то допридумать интересное с этими предметами. Да. Но не смогли. Также неясно, зачем нужно вот это вот стрейн. Музыка меняется, атмосфера и прочее. Но оно вот просто есть и все. То есть зачем? Короче, потенциал у ивента был. Но в итоге все запороли. Даже красивый хаб не спас ситуацию. Какой смысл от него, если идея говна кусок? Ах да, опять кое-что забыл сказать. Почему-то под конец ивента, ну в том плане, что все заканчивается, комнат в самом хабе становится все меньше и меньше. И что самое забавное, они становятся все пустыми. Я не шучу, вы сами все видите. И это никакой не баг. Странно это все. Ну, вот такой был ивент, ребята. Надеюсь, следующий ивент, что-то про зимнее будет явно лучше. А может быть и нет, кто знает. Ну а с вами был Агантриус. Всем пока. Копать магинки.